Господин Президент, помогите нам! 30 мая город Екатеринбург записывает обращение к президенту. Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нас. Нас 157 человек, которые являются ни дольщиками, ни пайщиками. Мы буквально стали бомжами. Отдали застройщику, Воробьеву, Владимиру Леонидовичу, его посадили в тюрьму, а мы остались без денег и без жилья. Мы это инвалиды, пенсионеры, студенты, то есть незащищенная часть нашего населения. Нам никто не помогает, ни губернатор, ни министерство строительства. Мы 100 писем написали, каждый месяц пишем, но помощи ни от кого не видим. Прошу вас, умоляю, помогите! Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам восстановить конституционное право на жилье. Помогите нам! Я хочу сказать, что мой папа военный, он всю жизнь прослужил армии, более 30 лет, и заработал на эту квартиру, собственно, работая военным. Сейчас, ну, он всю жизнь защищал нашу страну, сейчас же наше государство не готово его защитить в этой сложной ситуации. Ну, нас забрали все, мы с ним бомжи. А я вообще одна, я кое-как наскребла эту сумму, Владимир Владимирович, и вообще не знаю, где буду жить и как жить. Помогите, пожалуйста! Владимир Владимирович, мы продали с дедушкой и с мамой квартиру, чтобы купить квартиру здесь. Сейчас дедушка временно живет в общежитии, у мамы два кредита. Я в прошлом году закончила университет, помочь мне им пока что нечем. Мы очень надеемся на вашу поддержку, пожалуйста, помогите нам. Мне 69 лет, я внесла все свои накопленные деньги и осталась без жилья и без денег. Помогите нам, Владимир Владимирович! Владимир Владимирович, вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане встают перед вами на колени? Господин президент, помогите нам! Господин президент, помогите нам!